Всем привет! Приехали на озеро, живем в Хакасии. Сейчас попробуем протестировать приманки, которые рекламируют везде, в интернете. Будем пробовать различные. Дальше покажем. Вот раколовки, они типа чернильницы, как и там же, тоже в этих роликах. Сейчас комары нас начинают кушать. Поэтому мы будем переодеваться. Да, сейчас переоденемся, начнем приготовить. Дальше потом еще снимем. Сейчас, друзья, протестируем коровий рубец. На одном из каналов было показано, что раки хорошо ловились на него. Ну а теперь, друзья, продемонстрируем другую приманку. Мойва свежей. Свежемороженое. Сейчас ее нанижим на проволочку, несколько штук. И подвяжем. Раскаялась, бошки отрываются. Как-то неудобно. О, нет, это не пойдет. Надо ее в рукав. Сейчас. Придется прибегать к медицине. Да, все, мы крупным планом снимаем. Да. Это вот эластичный бинт. Сейчас мы их сюда напекаем и подвяжем. Вот так она не расползется никуда. И будет нормально. Ты короткий бинт какой-то отрезал, что ли? Нет, он раскресивается. Нормально. А теперь его вот так можно взять целиком. И приделать. Мыло на чем плохо она разваливается потом, когда вот если ее нет. Но сейчас полежит, и она рыба такая разваливается. Сейчас еще одну делаем, потом перейдем к другим наживкам. Друзья, сейчас попробуем протестировать котлету. Телятина вместе со свининой. Посмотрим, как будет на нее ловиться или нет. Тоже как бы мясо. Никогда не пробовал. Но вот сегодня решил попробовать. Просто для прикола. Котлетка вкусная, вкусно пахнет. Сейчас мы ее примелаем сюда. Я думаю, раки не откажутся. Вот так вот. Закрепили ее, никуда она не денется. Все, ништячок сидела. Классно сидит. Что, ты еще одну котлету будешь съесть? Да, еще одну поставим. Посмотрим, а вдруг попрет на котлеты. Опять же, к медицине прибегаем. Рукавчик этот хороший. Удобный. Не раз так. Оп. Проволочки переделаем ее. Можно было скрепками, но в гараже был, нашел кусочек проволоки. Медный. Тоже удобно будет потом наживку снимать. И с этой стороны закрепим. Закрепочку такую сделаем. Раз, и тут так же. Раз, и все. И она никуда не денется. Все, и котлета сидит в капкане. Сидит в капкане. Ну, а сейчас будем тестировать знаменитые наживки с чесноком, хлеб с чесноком. Сейчас будем готовить. Вот мы с чеснокодавкой выдавили немножко чеснока в хлеб и сделали такой шарик. Сейчас мы его так же в этот сделаем в бинтик. Чтобы он не распался там. Чтобы ее хорошо держала проволочка наша. Сейчас же отключим этот кусочек. Так же сделаем, как и ты делали. Здесь краешку проткнем. Почему-то кажется, пассатижиками будет удобнее сделать. Вот так раз. Раз, и все. Не висит, никуда не денется. И не размокрит. Что-то чуть-чуть торчит. Так это нормально. А, это что? Эти проволочки? Все равно там это удержит. Вот эта часть-то не даст проволока, будет держать. Вот это, и мы никуда не будем. Сейчас вот эти оставшиеся две штуки мы также сделаем на хлеб. Ну что, друзья, раколовки заправлены. Все, поедем сейчас ставить. А потом посмотрим результат. Сейчас на ком поставили. Сейчас ставим котлету. Попробуем, что будет на нее. Глубина большая. Чуть-чуть больше двух метров. Опа. Ну ладно, так нормально. Пойдем. Ну все, мы поплыли дальше. Протестировали все приманки. Короче, сработали все, за исключением котлет. Вот результат. Снимали ночью раколовки. Так что, сняли сейчас. Ожидали, конечно, получше результат. Но получил-то такой, как получил. Продолжение следует...